Всем привет! Сегодня у нас 14 декабря. Тема программы сегодняшняя программа AmzaScout. Приступайте! Да, всем привет! Меня зовут Валентина, я работаю в AmzaScout. И сегодня я хотела бы презентовать четыре самых действенных способа, самых быстрых способа, как найти прибыльный продукт на Amazon. Дело в том, что наша компания с начала времен существования, что есть почти два года уже, развивается таким образом. Есть такой вид собеседовательный с пользователями, который называется Custom Development. Не просто там какие-то формы собираем. Мы не просто собираем в какие-то формы информацию, что вам нравится, что не нравится. Мы прям звоним нашим людям, нашим пользователям за бонусы какие-то, за бесплатные программы, допустим. И узнаем, как они нами пользуются, чем еще пользуются, чего хватает, чего не хватает. Вот задаем такие вопросы. И, соответственно, анализируя эту информацию, мы создаем какие-то новые функции, данные, показатели и меняем. Смотрим, что у нас, какие-то косяки есть. И не создаем, соответственно, то, что особо не нужно. То, что у нас там фантазия где-то, нам кажется, что нужно людям, а кто об этом не говорит. Вот таким образом. И еще, естественно, что мы спрашиваем у людей, это как они, собственно, ищут продукт. Потому что наш тул, наши два тула, да, Extension и WebF у нас есть, помогает людям выбрать продукт. То есть мы дальше там не леем пока что в маркетинг и все такое. А именно на первой стадии помогаем людям анализировать данные по продажам, по ревьюз, в общем, в основном по спросу и предложениям, по конкуренциям. Вот, собственно. И, ну, если там есть какие-то вопросы, компания находится. Вообще, наша компания находится в России. Не из России. Все. И, ну, давайте я начну. Да, пока не вижу больше вопросов. Тема какая? Тема четыре самых быстрых способа найти новые идеи ниш, прибыльных ниш на Амазон. Некоторые идеи взяты с этих интервью. То есть люди нам рассказывают, что какие способы самые быстрые для них, каким образом они ищут продукты. Некоторые мы сами вывели, поняли, как это делать, поскольку мы тоже выбираем продукты для торговли на Амазон. Давайте начну с самого первого способа. Так, сейчас я попробую share screen сделать. Так. Десктоп, наверное, да? Надо нажать. А тут логин. Мне надо зарегистрироваться в Facebook. В смысле, залогиниться в Facebook? Или я уже share screen? Не демонстрирую еще экран? Да. Демонстрирую экран этого самого Facebook. Нужно залогиниться в Facebook, да? Ну да, видимо. Да, извиняюсь за такую заминку. Просто еще... Ой, так... Еще через эту программу не... Выделилась экраном? Так, сейчас я вижу экран. А, прекрасно. А, все видят мой экран? Да, все видят экран. Отлично. Итак, первый способ. На Амазоне есть такие странички, которые называются Stream, Goldbox, Movers and Shakers и Mostwished4. Вот. Наше расширение единственное, которое работает. Там есть, знаете, наверное, все... Jungle Scout, да? Он не работает на этих страничках. Я вот так вот его прям поищу. Amazon Stream. Вот он мне вали. На этих страничках собираются товары, которые, например... Стоп, экрана нету. Сейчас я... Экрана нету? Да. А, все есть. Есть, да? Сейчас, секунду, 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 секунду. Сейчас он подгружается. Не пойму. Так-так-так-так-так-так-так. Ну что? Сейчас на телефон не зайду. Не пойму, чем показывает. Так, экран показывает нормально, но показывает вас камеру. Шер-скрин включить, пожалуйста. Ну, вообще, у меня вроде включен. Еще раз. Еще раз. Нажму. А сейчас? Сейчас экран есть. Вот. Сейчас я вижу экран, да, все норм. Все, хорошо. Итак, повторюсь, стрим, goldbox, movers and shakers и mostwish4. Такие есть страницы на Amazon. Ну, вот, допустим, стрим. Interesting finds, updated daily. Да, каждый день они обновляют какие-то новые, там, находки. Что касается movers and shakers, страница – это, допустим, товары, которые очень сильно скакнули в продажах. Ну, так или иначе, это какие-то новые, интересные, ставшие популярными товары. И вот очень часто тут можно найти такие новые ниши. Недавно я нашла здесь, например, headphones на наушники с cat ear, с ушками в виде кошек, ну, в виде кошачьих ушек. Посмотрела, что очень хорошая ниша, но, естественно, сегодня ее уже тут нет, потому что тут updated daily, да, каждый день обновляется. Ну, и вот покажу, как мы работаем. Запускаем zip scout pro extension. Есть еще базовая версия, там нет некоторых показателей, но, в принципе, основные есть. Sales, там, revenue, да, reviews. И немного по тому, что здесь есть. Что я тут посмотрю на этой странице? Во-первых, я посмотрю revenue, и я вот так вот отсортирую его. Сейчас сюда загрузится. Чтобы отсортировать по какому-то столбцу, можно нажать на него. Вот. И можно пробежаться, вот, допустим, revenue 69 тысяч долларов, да, у нас, и всего 127 reviews. Можно посмотреть, что там продают. Вот такую интересную штуку продают, даже не знаю, что это такое. Я знаю, знаю. На днях, которые мне показывали, это держатель для, ну, не для шаурмы, а как там у них называется? DeTaco. Да, держатель DeTaco. Вот он, бестселлер, кстати, Table Top Accessories. Да, вот его продвигают в аксессуарах для стола. Ну, вот это не очень интересно, да, тут десятки тысяч reviews. А вот, допустим, вот это у нас что, вот такие носочки. Ну, и так далее. Кстати, вот буквально еще утром, мне кажется, смотрела, и другие товары были. То есть они постоянно обновляют. Вот, давайте посмотрим, что тут еще интересного. А, вот такой чайничек. Ага. Keramic Modern. Ну, такая подставка. Вот смотрите, 11 тысяч revenue, да, и 121 всего отзыв. Ну, и так далее. Чтобы тут нам проанализировать. Ну, что, ну, не думаю. А чем не понравится держатель для ТАХО? Держатель для ТАХО, а, давайте держатель для ТАХО. Я просто не, сразу так не прикину, как мы его будем искать нишу, ну, в смысле... Ну, он прям так и называется, холдер-таку-холдер. Холдер-таку, ага. Да, так просто я как бы нишу знаю, из-за этого и говорю. А, хорошо. Еще бы его найти, а тут какой-нибудь был у нас. Сам вверху, по-моему. Где-то в начале, да? А, вот где-то в начале совсем. Поворот. А, ну вот он. Уже. Он еще 26-й там где-то в конце был, но однако смотрите, классный показатель. Для начала вот здесь вот посмотрим, что у нас тут, какие могут быть минусы заранее даже, если не смотреть там на нишу, да. У него не сильно большая цена и есть меньше, да, цены в вайбоксе. Можно посмотреть на историю цены. У нас здесь History Price есть и, ну вот она иногда как-то сильно скачет. Ну, Амазон торгует просто. У Амазона был перебой и цену подняли, вот и все. Это же вам видно же, нарисован Амазон. И пробел. У Амазона товар кончился и эти начали поднимать цену, вот и все. Да, и эти начали поднимать цену, да, совершенно верно. Просто у меня сейчас тут совсем как-то мелко. Я, кстати, могу добавить Zoom, если мелко. Сейчас секунду, добавлю. У меня вообще мелко, потому что у меня тут только это, я не вхожу. Ну, вижу, вижу только этот, как я скажу, форму. Дальше у нас тут под синенькими цифрками скрыт профит-калькулятор. И здесь вот показано, например, FI, да, из чего состоит рефералка, вот 2.39, estimated sales, в общем, вся основная информация. Вот такое вот расширение есть, собственно, наверное, все знают, бесплатно просто. Просто профит-калькулятор. Нетрудно найти. Очень нужная вещь. А насколько он точен? Потому что есть ревинью-калькулятор, как бы эталон, так скажем, когда мы вставляем асин конкурентов или предполагаемого товара. А вот насколько этот инструмент точен? Мы оцениваем, что в 90% случаев он точно более-менее. У нас часто очень спрашивают, почему мой товар, вот я конкретно товаром торгую, да, и почему вы не показываете мои продажи. Бывает такой вопрос. Мы estimate sales, да, мы их измеряем примерно. Никому такая информация, могу всем повторить еще раз, неизвестна кроме вас и самому Амазону. Мы не имеем права знать точность продажи ни по какому асину. Мы знаем BSR каждого товара, потому что Амазон дает об этом информацию. И по инвентаре мы знаем иногда точные продажи, потому что мы отслеживаем многие товары, которые наши пользователи отслеживают, мы их тоже отслеживаем. И, например, смотрим, вчера было в инвентаре 200 штук, сегодня 190, вот 10 штук получили, умножили на цену, получили ревинью за день и за месяц дальше. И мы знаем, какой ревинью точно соответствует такому BSR, ну, например, BSR-100. А вот для, например, BSR-101 мы не знаем. И мы просто округляем по… ну, экстраполируем, да, данные, кто знает это слово. То есть мы знаем, допустим, для BSR-100 данные, или BSR-105 и 103. 101, 102 и 104 мы, соответственно, приближаем по… строим такую функцию гиперболу и приближаем примерно, да, какие могут быть продажи между этим и этим. Вот таким образом. Поэтому мы не можем сильно ошибаться, и очень многие люди переходят на нас, опять же, это известно из интервью наших, из-за точности данных. Давайте еще. У нас есть всякие показатели, тут net margin, LQS. Вот эта вот интересная штука. Она быстро показывает, что у нас с листингом там не так. 85, если это хорошая оценка, тем не менее, не хватает описания маленько, да, более тысячи могло быть знаков. Ну, вот есть и, кстати, наш так, да, довольно неплохо описан, ну, кроме как description. А еще что относится к листингу, это вот это вот enhanced brand content. Кто знает, если зарегистрировать бренд с там определенным образом, то можно сделать довольно-таки крученный листинг. Он выглядит. И конверсию он увеличивает. Вот у некоторых товаров он есть, а вот у некоторых тут его нет совсем. То есть он там бедненько так выглядит. Известие, да, какие-то вопросы? Есть, нет? Да вопрос лучше потом, в самом конце. Ну, да, да. Я сейчас, да, поясню. Ну, тут вот у нас тип селлера. И, собственно, вот чтобы заранее узнать, что у нас тут про така там, можно сделать вот такую вещь. Во-первых, у нас вот здесь вот меню скрытые, тоже не могут некоторые люди найти. Не знаю, да, чтобы подвести курсор. Здесь вот можно скопировать быстро ASIN, получить кейворд для этого слова. То есть заранее, как искать ничью, я, допустим, не знаю, да, не могу предположить. Каким образом находит эта программа? Что-что? Откуда она эти кейворды берет? Это лучше к Александру, к основателю вопроса. Откуда она берет эти кейворды? Откуда она берет? Ну, Александр у нас сейчас улетел. Но, тем не менее, здесь вот очень много всего интересного. Допустим, если бы я не знала, как искать эту нишу, да, я бы закинула вот Тако Холдер или Дайна Тако Холдер. Ну, тут много идей для PPC-компаний в том числе. И чтобы как-то оценить, да, какая там у меня цена-то будет оптовая, я вот щелкну на Alibaba и, да, вот я быстренько посмотрю сейчас, сколько он там стоит примерно. Вот. Зависит от количества, да, чуть ли там не от одного цента до 8-9 долларов. Ну, допустим, 3-4 доллара. Я вернусь, открою наш калькулятор, введу здесь 4 доллара, допустим, 2-3 плюс там на шиппинг, да. И вот у нас ROI, Return on Investment, да, хороший показатель, если больше 100. То есть у нас FBFE 5 с одного юнита, 5-56. Кстати, тоже очень точные данные. Мы все время отслеживаем там изменения во всяком политике FBFE и по США, и по Канаде, и по Европе. А вот такой профит, да, и он у нас выше, чем EFI. И цена у нас довольно-таки хорошая, если мы вычтем. В общем, понятно, да. Разные существуют показатели. Return on Investment и Net Margin. Они и Return on Investment, и Net Margin довольно плохие. Ну и давайте уже посмотрим, что у нас за ниша. Так, у холдер. Тут я все выберу отделы. Не хочет выбирать все отделы. All Department не идет? Ага, да, сейчас из-за ниша загружу, просто Amazon. И так, как холдер. Stainless Steel, Kids. Вот такие они разные существуют, да. То есть, наверное, нужно еще что-то типа Dino или что-то типа Kids, потому что немного нерелевантны. То есть тут все подряд. И вот эти штуки не сильно интересны, а вот эти уже поинтереснее. Amiga какие-то. Тем не менее, можно опять посмотреть, что у нас за ниша, интересно или нет, просто так у холдерс. Можно ввести потом Dino. Тут уже история подлиннее, да, если уже заинтересовал какой-то продукт, ниша. Можно посмотреть с точки зрения разных слов и тренды в том числе. Да, давайте посмотрим тренды, что вообще там. Может быть, это был когда-то популярный продукт, или он, наоборот, часто становится, или он может быть сезонный. А здесь у нас по дефолту, по умолчанию США и 5 лет. Там можно менять, на Google Trends можно кликнуть, да. Поделите просто на Google Trends. Ну вот я смотрю, что продукт становится популярнее. Вот он у нас как скачет. Ну сейчас еще, конечно, Крисмос, да, маленькое неадекватное время для оценки ниш. Но тем не менее. То есть тут можно пугаться, что это какая-то сезонная вещь или что там теряется к ней интерес как к каким-то хайпным товарам. Типа этих крутящихся игрушек. Спиннеры? Спиннеры, да. Ну и посмотрим, что у нас по revenue и reviews. И я вижу, что некоторые товары тут, вот они какие-то там вот в виде машинок. Да, они довольно много reviews. А вот здесь вот очень даже неплохо. Я вижу, что совсем немного reviews у некоторых товаров. И довольно неплохой доход. То есть ниша не сильно высококонкурентная. Здесь вообще много reviews. Вот у этих штук. И неплохо зарабатывают, собственно. Посмотрите, какие цифры хорошие. Опять же, невысокие в PayFace. Ну, правда, цены тоже не сильно высокие. Я его забраковал. Забраковали? А, что-то у меня. Не люблю такие товары, может. Я вообще Home and Keto ненавижу. У меня первый товар был неудачный оттуда, наверное. Теперь это, как его звать? Послевкусие. Да. Ну, в общем, да. Вот такая вот стратегия. Еще раз повторюсь, это Stream. Amazon Stream. Amazon Gold Box. Most wished for. И Movers and Shakers. Просто набирайте Amazon. Там вот такие странички. Давайте посмотрю маленько комментарии. В том, наверное, вопросы уже набежали. Ничего почти не видно. Так. Сейчас. Ну, я вижу правильный вопрос. Да. Как быстро приложение реагирует на изменения? Сергей Федосеев. Да, читаю ваш вопрос. Как быстро приложение реагирует на изменения? Продавшу товара, за которым мы следим. То есть, например, было 4-4-4 в день. Потом был пуст. Или еще что-то стало. Потом еще какие-то цифры. Каждый день меняется там BSR, да. И мы меняем количество товар. Отставание, отставание информации. Просто тот же там PPC отстает там на определенные. Там Amzevan на сутки отстает там на 14 часов. Кто как говорит? Там не знаю, как это замерить. Вот он, что имеет в виду. Бывают такие вещи, конечно, которые портят картину. Например, когда товар очень нестабилен. И тоже вот кто жаловался с реальным товаром, когда уже отслеживался. Когда товар не пошел, решили вам пожаловаться, да? Нет, он, допустим, не шел, не шел. Потом он у них последнюю неделю стал скакнуть. Допустим, даже с 2 дня. Очень сильно скакнул. И, естественно, BSR у него резко вниз. И мы оцениваем его вдруг хорошо. А у человека так на самом деле не продается. А мы оценили там 100 продаж, а у него всего 40. Как это произошло? Мы вроде как не за прошлый месяц его оценили. А мы оценили, какая у него будет прибыль за месяц, если вот он так же хорошо будет продавать, как последние 2 дня или как последнюю неделю. Вот суть в этом. Суть нашего инструмента не в том, что мы посчитаем. Тогда у меня другой вопрос. Многие будут это интересовать. Я это воспринимаю таким образом. Что такое вообще BSR? Я так понимаю, это первое место, второе место в подгруппе, третье, четвертое, пятое. И сегодня первое место пробежало 100 метровку за 7 секунд, завтра за 8, послезавтра за 9. И таким макаром все это выстраивается. Это правильно или нет? Ну да. Насколько мы можем судить, да, Amazon не выдает нам, как он строит свой BSR на продажах. Понятно. Правильно. Конечно. Тут все лучше умыряются. За это в новом годе, в новом, под новый год у нас в BSR, там, я не знаю, тысячи будет продаж, тысяча, а BSR летом этого же товара, тысячи будет продаж всего 50, например. А BSR один и тот же. Не, а как он будет один и тот же, что если… Так же, я же и говорю о том, что мы про места говорим. Именно про места, то есть несоответствие. У нас не может быть товар одинаково продаваться. BSR один, это не значит, что при BSR один всегда продаж, например, 836. А просто он больше всех продает. Он какое-то количество продает. Вот. А изменения, соответственно, должны тоже постоянно меняться. изменения связаны с тем, что у вас там тысячи вот эти вот, вычисляете и так далее. То есть там 999 правила. А чтобы смотреть, что вы имейте в виду, чтобы смотреть, что в принципе ниша, допустим, стала… Нет, я говорю, что BSR, BSR может быть стабильным, а продажи совершенно разные. Вот я о чем. Просто разные BSR, то есть разное количество продаж при одинаковом BSR. Вот о чем разговор. Не задумывались никогда над этим, да? А я маленько не понимаю, о чем речь сейчас. Наверное, я не задумывалась, да? Ну ладно, потом раскроем эту тему. Есть такие проблемы, есть такие проблемы в разных программах. Но самая главная проблема, что мы не можем точные данные получить. Так как мы не можем точные данные получить, мы пытаемся это проанализировать, самоанализ сделать. Вот. Я из-за этого говорю, что как вот это все вычисляется в вашей программе? Ну, я так понимаю, что вы просто об этом даже не задумывались никогда. Ладно, идем дальше. Хорошо. Сергей, если на живом примере я покажу свой товар, сколько прогнозов вашего приложения посмотрите, пишите мне или нам на почту, посмотрю, в чем проблема. Мы обычно отвечаем. Юрий пишет, Денис прав? Не знаю, в чем прав, но особо не жаловались на наши примерные продажи. У меня в нише также. Юрий пишет, BSR – это позиция. Ну, вы хотите сказать, что у вас при разных продажах остается один и тот же BSR? Да, да, да. Именно так. Удивительное количество времени. То есть вы заняли какую-то стабильную позицию? Нет, нет. Ну, это же не так. Но мы говорим по порядкам так же. Мы же тоже примерно это вычисляем. Просто есть такая ситуация. Я веду таблицу статистики. Я вижу, так скажем, по анализу то, что идут изменения, связанные с этим. BSR-то не менялся. То есть как были в районе тысячи, так и тысячи есть. Только при тысяче в один период времени это одни продажи, а при тысяче в другой период времени совершенно другие продажи. Вот и все. А, так вот теперь я поняла, о чем речь. Я говорю, те ниши, которые, ну, допустим, там, к Christmas сейчас все хорошо продается, а там товар сезонный, допустим, летом он не продается, а BSR точно такой же. Естественно, мы отслеживаем продажи в нише конкретные. Я же говорю, у нас есть данные к инвентаре, то есть мы их там получаем. В этом отношении тоже у меня вопрос большой. Вот я невеликий продавец, но я даже не знаю, у нас так и осталось правило 999. Да. Ну вот вы мне скажите, какой нормальный продавец имеет остаток меньше тысячи штук? Я просто не знаю, ну вот я продаю по 200 штук, неужели на 5 дней мне товаров оставили? 200, 250 продаж, абсолютно простой товар. И есть где 50 продаж, я все равно не оставлю товарных остатков на 20 дней. Потому что пока произведут, пока довезут. Но это какая-то фантастика, если даже самолеты мне привезут за 3 недели. Я в Мазона приходу. То есть я к чему клоню, что какое количество точности, да, потому что мы об этом уже говорили с другой компанией. Там вот как раз разговор, точность на маленькие цифры, 10 продаж в день, 20 продаж в день, там 5 продаж в день. Очень точно. Я всегда, когда такие продажи имел, с которыми работал, с такими, я вообще, блин, все точно, все вообще класс. Ну начинается 50-40 даже, 60-80, все, все программы поплыли. Вообще все настолько на глаз, вот просто вот палец можно на улицу вытащить, там температуру определять, воздух. Вот. И, ну реально в 2 раза разница. И больше, это конечно, это самое. Из-за этого я хотел. Это же мы понимаем, это же точки. Ну как можно взять топовых продавцов, если правило 999, у меня на остатках сейчас там 8000, там 7000 товаров, там поисковер. То есть, я не знаю просто. Я иногда вручную проверяю, вообще без проблем. Я нахожу через каждого второго, вот кастрюли вчера какие-то смотрела, мне удалось добавить 170, там с чем-то и все максимум. То есть, да, у людей на остатках меньше тысячи, это довольно часто. Достаточно часто, да, даже топовых продавцов. То есть, или это цепляет только по аутовстокам, вы же, вы же точки постоянно меняете, получается, или у вас все-таки стабильные одни и те же товары? А в том-то и дело, что мы обращаем внимание на те товары, которые ищут люди в нашем экстеншн и добавляют в трекер, в веб-эпи. Поэтому и товары все время разные, и баз данных наших пополняется, то есть у нас там уже 200. Короче, одна программа дополняет другую, понятно. Да, да, все дополняет все, и, конечно, мы следим за нишей, если у меня там, ну, вообще продажи падают, и все, у всех в БСР, получается, да, мы их там табулируем к высокому сезону и снижаем продажи к низкому. Понятно. Естественно, это отслеживается, если в этом был вопрос. Я просто подумала про что-то невероятное, что БСР вообще не меняется у кого-то. Настолько стабильная позиция. Ну, если только один, если ты, или там, да, если ты топ-1 вообще, я не знаю. Таких я еще не встречал. То есть у меня сейчас стремление планки пробивать, пробивать, то есть туда где-нибудь, к сотне, к трем сотням, такие вот. Ладно, давайте дальше пойдем. У нас еще несколько способов. Я закрою тут все, и открою наш сайт mzska.net. На нем находится наше веб-приложение. И здесь я поищу поищу так, что у меня не заходит, через секунду. Не зашло. Я поищу в базе данных какой-нибудь интересный товар. И это будет мой второй способ. Что я буду делать? Я выберу категорию, которая меня интересует. Вот я выбрала Tools and Home Improvement, заранее приготовила. Поставила фильтры по цене и по ревеню вот хочу минимум 15 тысяч долларов. Все остальное кто-то ставит, кому-то что-то еще интересно. А мне вот интересно заработать прежде всего. И я ставлю в BA. Мне интересны продавцы, хотя многие делают вот так, и тогда мы ищем всех, собственно. Я поставлю в BA. и кликну Apply. Здесь вот, кстати, можно минусовать. Можно написать, например, минус глаз и он у нас все глаз объекты уберет. Все, что с глазом. Ну и вот тут мы можем смотреть. Вот у нас тоже есть показания по Reviews и там где тысячи какие-то Reviews я буду пропускать, проматывать. Буду искать интересные штуки. Вот первое недавно видела и, кстати, хороший такой товар интересный Magnetic Ristband. Единственное, тут по ценам уже просто проверяла эту нишу. Давайте посмотрим. Есть довольно дешевый эти Magnetic Ristband, но тем не менее классная ниша. Вот нет товара, мы его тоже сейчас анализируем и мы очень боимся, что он все-таки подарочный. Подарочный? ну в смысле на Christmas-то что он? Да, потому что он непонятный, он в принципе вроде и полезный, но это такой беспонтовый подарок типа носков и галстука. Да, раскрою секрет, как вот мы думаем, что можно его использовать. Его можно его это кого? Magnetic Ristband можно добавить еще куда-нибудь в подарок. Типа подарить, например, набор из Гладей. Ну там есть тема, просто еще такие же штуки есть и женские на самом деле. Да, и женские тоже есть, но там мы вот находили уже браслеты для R3, это что-то такое. это уже магазин у дома для стабилизации давления. Ну и розовые они были. Ну да, вот мы изучали эту нишу и смущает тут маленькая цена, но тем не менее смотрите какая она привлекательная. Тут неплохой спрос и с ревьюз там вообще беда, то есть туда зайти вообще несложно. Так, что-то у нас тут, ну нет, есть где много ревьюз, где много отзывов товары, но тем не менее вот смотрите какая ниша, сколько народов, причем тут нет доминантного какого-то бренда, зарабатывают и никто им ничего не оставляет отзывов и они продолжают зарабатывать и подниматься наверх. Ну вот я говорю, если Google тренд посмотреть, у вас же там есть такая возможность. Есть очень нехороший тренд. Да, сезон очень такой нехороший. Да, естественно, тренд всегда надо проверять обязательно. Вот, из-за этого как бы тут проверяй, не проверяй, да, мы как бы анализируем, что может быть туда входят именно женские браслеты, но я при таком тренде никому не посоветую заходить. Да, это риск. Очень высокий риск, слишком высокий. Все вот эти вот согревающие штуки, всякие, тоже мы смотрели hand warmers, такой станок согревать руки, всякие там ванны теплые, все такое, это да, все сезонно, это все надо запускать летом, уже не сейчас. Но тем не менее, ниша неплохая, можно поискать что-то совсем не сезонное. Здесь же мне нравятся всякие прямлайки, всякие подсветки унитаза, все дела. Да, всякие новые подсветки. Нужная вещь. Это такая индустрия, которая только-только появляется в России еще вообще не сезонно. да, у нас. Я думаю, Украина также, Белоруссия, Казахстан. Да, ну вот они, а вот, кстати, что это тут с унитазом. Ну, я же говорю, подсветка эта. У меня уже друзья там с июня месяца того года ими торговали. Ну, вот и так далее. Я вижу, тут много... А, ну да, я же выбрала Туз, все правильно. какой-то вот соляная какая-то лампа. И здесь я находила еще вот тоже недавно. Сейчас уже не вижу. Специально прям тут не готовлю, чтобы что-то тут же найти. Но, тем не менее, я тут находила лампочки, где, как там, flame effect. Просто тут долго искать. Я куда-нибудь спустился. Flame effect light bulbs. По-моему, так он назывался. Классная ниша. Сейчас покажу быстро. Я нашла ее в нашей базе данных. Flame light bulbs. вот такие штуки. Сейчас их, конечно, отделим всех в Крисмасы. И, кстати, с сезонностью, да, там тоже сезонностью небольшая проблема, но ниша тоже классная. Небольшая? Какой елок, да? Сейчас все хорошо, но скоро будет небольшая проблема. Да. Нет, ну смотрите, что тут творится. 59 тысяч долларов, 58 reviews. Ну, тренд нам покажи. Тренд это покажу. Но дело в том, что я думаю, что их просто недавно изобрели, там придумали и еще по качеству. Нет, это мы начало, это мы начало увидим. А нам сейчас нужен. Да, сейчас, конечно, все скакнуло. А это какой у нас? Годовалый или пятилетний? Это пять лет показывает. У нас тут по умолчанию в США и пять лет. Ну да, это что-то новое, действительно. Да, это что-то новое. Я, честно, могу сказать, первый раз такой товар вижу, этот мне не попадался. Вот редкий случай, но это факт. Ну, классно, я рада, что тут новое показало. Он, да, новый, он становится популярным, и у него еще технологии не доработаны. То есть, за ним можно смотреть, когда там научатся делать получше. Сейчас покажу, в чем косяк. Ну, это, конечно, все по ревьюс, мы читаем. Вот видите, там точки такие, да? Вот они создают такой эффект, они там как-то размываются, и в некоторых лампах они не размываются. То есть, там так и видно эти точки, и там не получается эффект огня, люди жалуются, что не так красиво, как на картинке. Вот можно, собственно, закрой один глаз и загадай три желания. Можно ждать, когда уже производители научатся делать получше, не так, как на картинке, а на самом деле, чтобы этих вот точек не было видно, и чтобы реально было похоже на flame effect. Ну, flame – это огонь, да? Это здесь вот вроде как flame effect, но, однако, вот здесь вот рейтинг у нас маленький, мы из четырех, вот тут потому, что точки и видно, как раз. Здесь тоже плохой рейтинг, тоже, наверное, точки видно. Ну, не буду сейчас все рейтинг читать. Ну, вот такой вот способ. Это был способ номер два, наша база данных с фильтрами. Кстати, у нас в ВВП тоже есть keywords explorer, замена merchant words, и здесь тоже можно смотреть, что у нас flame effect bulbs, и что еще подобные ищут. Flame effect bulbs, flame effect я набирала, правильно, да? А, flame light bulbs. Flame effect немного просмотров. Flame light bulbs, это количество просмотров на Амазоне именно за месяц. Flame light bulbs, light bulb, ну, если все это суммировать, то, в принципе, более-менее. Про flickering, ну, понятно, что тут будет много вариантов, люди их набирают. Не супер, конечно, там не больше ста тысяч, но, опять же, если все сложить, когда конкретного запроса нет, там, какие-нибудь мешки гами, то это все можно складывать, потому что люди ищут одно и то же, просто не знают, как это назвать. И, опять же, это идеи для всяких PPC, либо для каких-то еще товаров, там, еще с каким-то прибамбасом. Допустим, допустим, что тут, ну, наверное, вряд ли. Candleflame, а, Candleflame, то же самое будет, смогут ищут. Ну, здесь, я думаю, то же самое будут искать, но если мы забьем, там, какой-нибудь Mac, да, мы узнаем, что люди ищут. Вот по Mac просто интересный пример, что люди больше даже ищут не Mac, а Travel Mac и Coffee Mac больше, чем Mac. Еще ищут Tumblr и Cup. Еще раз что? Еще ищут Tumblr, Mac и тот же самый, Tumblr и Mac. Маг. То есть у одного и того же значения три слова. Примерно, естественно. Ну, и вот тут можно посмотреть, да, керамический, вон, вирмак. Ну, в общем, ладно. А, третий способ, третья стратегия, Generic Seach, я называю по-английски. Это такой способ, который рекомендуют опытные селлеры. Есть у меня один знакомый из США, он, у него очень много ужасных, очень много товаров, и он уже эти все способы тоже изучил, Амазон ему уже надоел в плане идей. И он просто говорит, что он смотрит по сторонам и думает, что вот в его жизни, что он купил там такого дорогого, что можно было бы купить подешевле. А также, что там дома у него некрасивое, может быть, и что можно было бы или неудобно. И, ну, у меня вот пример такой. Я, у меня дочка есть, и сейчас покажу. Сколько я ее не покажу. Но проблема в том, что у нас, допустим, в магазинах не найдешь каких-то красивых аксессуаров и платьев и платьев для этих кукол. То есть, чтобы было какое-то новое платье, это надо либо к бабушке идти, чтобы она связала или шила, либо надо покупать новую куклу, чтобы на ней было новое одно платье всего лишь и две туфельки. А туфельки эти теряются везде по углам квартиры, а отдельно не найдешь, чтобы они продавались. Ну, по крайней мере, вот в моем городе Краснодаре, где я сейчас живу. И вот я решила, например, поискать до аксессориста у меня такая дженерик-идея, идея взятая ниоткуда из моей головы и из наблюдения за моей собственной жизнью. И, конечно, это не сразу я к этому пришла до аксессориста, я искала Barbie аксессорист, но это чисто Barbie. Еще у них есть там в США American Girl или что-то такое, American Girl, по-моему, Это тоже бренд. Ну, вот просто до аксессориста там бывает фенниче мебель, да, там бывают всякие наборы из одежек. И довольно неплохая штука. Кстати, сегодня я видела один из товаров, по-моему, набор мебели в Movers & Shakers, то есть они там сильно поднялись в продажах. А, тут спонсор-то маленький нерелевент, да, самому. Barbie аксессорист нет. А, меня слышно? Я как-то тебя попал. Алло? Да, отлично слышно. А, все, да? Я просто телефон проверяю и подключаю звук периодически. Ну, вот. Dole аксессорист. Самая, конечно, такая простая ниша для входа, но, тем не менее, здесь можно посмотреть идеи для кукольного домика, для кукол, потому что, ну, даже в больших городах сейчас, в России, допустим, трудно, конечно, судить по России, но можно всегда спросить и погуглить там американские магазины, трудно найти какие-то отдельные прибамбасы для кукол, для девочки пяти лет, а здесь вот пожалуйста, и еще сама я за ними не пойду и буду их искать. Ну, вот такой вот метод. Еще, если я, например, вспомню, что я там в последнее время покупал дорогого или мне дарили, то вот я, например, вспомню вот эти часы или вот установка для света недавно купила и опять же искала на Амазон, но у нас будет там какая-то дорогая доставка, если бы она была бесплатная, как она для жителей США, то я бы купила на 30% дешевле этот весь набор для света. Вот так вспоминаю, что я недавно купила дорогого рубричных магазинов. Может на Алиэкспресс надо посмотреть? Ну, на Алиэкспресс доставка там примерно месяц как-то мне не хотелось ждать. Я вот за 4 дня получила. Ходила, смотрела и в обычном магазине показала. У вас богатых не поймешь. У вас богатых не поймешь. Ну, это кому как нравится на самом деле. Богатых. Ну вот, неплохая установочка. Думаю, что хуже на Алибабель взяла. Не хуже. Согласен. Так. Следующие методы. Да, Денис молодец. А я? О, так, Алекс, это штыковина с гвоздями для весны-лето, сейчас не знаю. Это, наверное, как-то мило меня там обсуждения какие-то идут, потому что я редко заглядываю. Да, мы в любом случае, мы всегда, у нас такой формат, чтобы не это самое, или на дробим просто, тему рассказали, отвечаем, следующее, чтобы не затягивать, или чтобы не отвлекаться, просто на потом отвечаем на любые вопросы, это и все. Ну, тогда я расскажу последнюю такую фишку. Сейчас я закрою, чтобы у меня тут не ело это все. Можно смотреть, что популярно на других сайтах, допустим, eBay, есть такой сайт, WatchCount, и здесь по категориям, допустим, Baby, можно посмотреть, что люди смотрят, что ищут. Вот Kitchen, Kids, Tables, and Chairs, ну, и тут вот много всего. И еще, например, вот так вот, много же продуктов появляется, да, там в электронике всякие выставки проходят. Алло? Все хорошо. Вот, показалось. И, если, допустим, интересует там индустрия электроники или чего-то такого развивающегося технологии, хотя и в дизайне, во всем, и кружки там новые рисуют, все, мне кажется, новое делают, чем бы ни торговали. И вот если следить за трендом, вот, допустим, New Product on the Market 2017 набирала я на днях, и тыкаю Alibaba, естественно, хотя тут много разных сайтов с идеями, некоторые, правда, там платные, вот этот платный, по-моему, Business Insider. Ну и вот тут вот уже в первой же строке, например, мне понравилась вот эта штука. Сейчас покажу, что это такое. Electronics Car Air Purifier, освежитель воздуха в автомобиле. мне нравится его оптовая цена, и мне нравится его цена на Alibaba. Сейчас покажу. Новый продукт на Alibaba. На Амазоне, наверное. Ой, да, на Амазон. Надо ввести Алибабу, я уже посмотрела. и здесь я введу Car Air, и он, наверное, сам подскажет. Build, Car Air, Fashion, Purifier. Ну, Purifier, посмотрим. Смотрю, релевантно ли? Да, вроде релевант. Хотя тут вот мешок левый, но я его просто сейчас исключу в extension. Мешок с какими-то травами. Запущу. Здесь можно посмотреть, у нас есть такая штука Available from, да, и там на самом деле должны быть, ну, если он на Alibaba появился в 2017, то предполагаю, что все остальное тоже в 2017 году. Так, вот этот с 2015 года, вот этот с 2016, этот мешок у нас вообще не релевантный, маленько, ну, в смысле, для нас, да. И вот еще один мешок. Тоже его удалим отсюда, чтобы он не мешал. Да что он, еще один мешок. А все остальное вроде как-то, что нам надо. Тоже не то. И вот эти вот штуки появились недавно. И вот смотрите, вот кто-то вообще с 3 декабря только начал. Шестой, да, номер. Уже 3000 у него и 10 ревьюз. Опять же, я тут по ревеню отфильтрую. Кверху у нас пойдут большие продажи. И вот тут у нас какой-то лидер рынка вырисовался. Ну, а все остальные, собственно, видите, не сверхконечно тут прям спрос, но и не суперконкуренция вообще. Вот, если бы отследить этот товар там раньше, да, в начале 17-го года, то мы бы были раньше вот этих всех продавцов. Первая цифра – это месяц, да, напоминаю, по США. Вот сентябрь человек начал, декабрь, июль, сентябрь, август, октябрь, март. Вот за такими трендами можно следить. Во всем в Алибабе, в электронике вот в январе будет выставка в США. ИС называется. Как она там расшифровывается? Это Consumer Electronics Technology выставка. Туда, кстати, едет едут наши знакомые фирмы, сейчас покажу. Снаймут. русская компания. Недавно, я смотрю, они начали торговать на Amazon. У них уже тут какие-то невероятные продажи. Скажу. Но я уверена, что у них патент, и, естественно, мы туда никак не влезем. Вот эта компания, она русская. И вот смотрите, какие у них уже продажи. Видимо, по одному только. 261 тысячу уже продали. Чем они там торгуют-то вообще? Это кубик-проектор. Там он, что-то у него там у Bluetooth и Wi-Fi, что-то нет. Он VHD. Он как обычный проектор, но у него там много каких-то функций. Я вообще не хочу их рекламировать, не особо знаю. Ну, просто знаю, что компания русская и там знакомые есть. Кубик-проектор, который показывают мультики, фильмы. Они производили через Kickstarter или так выводили? Возможно. О них очень много в интернете. почитать и на Forbes, кстати, и в русском есть статья про них и про основателя. Вот. Теперь я хочу вопрос. Думаю, что на этом все. Да, я могу добавить по поводу поиска товара. Да, конечно. Можно просто спокойно пойти в группу по раздачам типа Томасонов или обычной Facebook групп, в том числе и наша. И так же, как в рекламе по телевизору, центральному каналу, сразу поймете тренды, какие люди товары раздают в данный момент и будет понимание общей картины. Из-за этого те, кто занимается выкупами, те, кто занимается, помогает с различными там этими отзывами и так далее, они знают, как бы, видят много товаров, и получают ту информацию. Это не значит, что ее надо брать там и торговать. Это просто именно хорошая-хорошая информация для мозгов, так скажем. Я, в принципе, очень много товаров оттуда брал, но можно еще из вот этих страниц бестселлеры, ход релиза и так далее. Еще там можно тоже смотреть. Просто там они также в эту сотку постоянно все меняется, ну, по крайней мере, половина точно. Вот. за это тоже неплохие возможности для поиска товаров. Потому что то, что надоело, не надоело искать вот таким, да на самом деле, а что там искать? Я не знаю, вот из жизни искать, это непрофессионально, мне кажется. И так, можно что-то из жизни найти, можно что-то не найти, а так как нам надо очень много товаров, надо какой-то такой конвейер, понимание, где много товаров брать. Потому что я не ищу супер какой-то товар, потому что супер товара не бывает. или надо заниматься, как ребята что-то придумали, сделали, и на него положили пол жизни своей или большой кусок ее. Ну, пока пахли, это вроде не так давно. Ну, классно, может быть, они там холили-лилили, искали инвестиции еще лет десять, кто знает. Инвестиции – это да. И все остальное, мы же не знаем, на самом деле, сколько нервов они положили, чтобы получить такие результаты. Вот, а десятки, сотни, тысячи таких компаний пролетели и ничего не получилось у них. Ну, вот, так что тут все, что угодно может быть, просто к товарам, я имею в виду, все равно надо думать о том, где будет много идей и начерпать. Вот эти группы ревьюеров, они, мне кажется, дают и бестселлеры, вот эти таблички всякие, они дают большой объем. Так, ладно, по вопросам. Вопросы все видно? Нет, мне видно только последние пять. Ой. И, ну, как посмотреть, все… А, все. А, вот хороший вопрос, да, я тоже вот этих модных названий ваших… Можете еще раз повторить нам четыре вот эти страницы, как они там называются на Амазоне? А, да, а вы знаете, где их можно найти? Нет, да, вот, если можно в чат там скинуть, потому что я, честно могу сказать, не сталкивался, не знаю, не называл их. А, сейчас я просто скопирую. У нас есть подсказки в расширении, вот, Hints, и здесь их не так много. А чем они отличаются вообще, вот, у Амазона столько всяких форматов, топ-16, топ-16, топ-48, топ-24. Почему так все это вообще происходит? Вау, следишь прям за ними. Я же говорю, вот, Movers and Shakers – это те, кто взлетел за последний день сильно в продажах. Стрим – стрим просто какие-то интересные находки. Тут вообще загадка, как он там решает Амазон, что это интересные находки. Дальше, что у меня там еще есть? Most wished for, опять же, то, что вы больше всего хотели. Тут вот разницы, не скажу. Сейчас найду эту подсказку. Вот. Я демонстрирую, до сих пор экрана нет. Я сейчас, наверное, вот так вот скриптирую всю эту подсказку. Да, что ли? Напишу. Да, и, кстати, главная новость – это то, что для вашей группы мы предоставляем 50% скидку на все наши товары. И ссылки есть у Дениса. Я переслала ему. Ну, а вот здесь вот в этой подсказке вы можете найти эти слова. Стрим, goldbox, pages, movers and shakers и most wished for. Ссылочку можно в чат? Ссылочку на что? Я сейчас скопировала подсказку, где четыре этих названия. Я понял, хорошо. Amazon. Ну, сейчас хорошо. Amazon 3. Каждый день чем-то новое узнаешь. Сейчас это займет чуть-чуть времени. Ссылочку на все эти четыре страницы. Так, вот ссылка на стрим. А Денис может еще почитать какие-то вопросы, если ко мне что-то относится. Сейчас посмотрю. Да я так понимаю, многие программы знают. В любом случае, скидка есть. Скидка разовая или на… Скидка разовая на или будет действительно на все месячные оплаты. На все месячные оплаты. Если по месячной, так понимаю. Если по месячной, да, на все месячные. Которые одноразовые, естественно, один раз купили и забыли. Да. Сейчас у меня тут зато вот висит плагин. Запись будет доступна. Как это? Топ вопросов. Топ номер один вопрос. Будет ли запись? Год. Год, видите, лайвы снимаем. Запись будет и здесь, она автоматически сохраняется. И в Ютьюбе, и у меня на страничке. И на Фейкбук странице. Везде. Так, вот Голдбокс. Ссылку на стрим я кинула. Ждала, Амазон стрим. Как-то я ее что-то уже не вижу. На Голдбокс вот вижу. Вот нам рассказали ребятам. Мультики в нем загружены. Смотреть детям на потолке перед сном. Да, это Сайн Муд. Ну, или Сни Муд. Это русская компания. Народ уже спрашивает, как патент обойти. Да легко. Что там, их забанить. И в Байбокс подцепиться. Вот и все дела. А там же как карты лягут. Я думаю, что... Ну, я лучше не буду комментировать. Да, ну тут просто же... А вдруг мне понравится, что вы тоже будете их продавать. Так а что? Ну, они нас забанят. Мы релиз сделаем и заново. А Син сменила еще раз, и еще раз, и еще раз. Вот таких умельцев. Я шучу, конечно, но это так уж. Ну, это не бизнес просто. Это реально можно делать. На самом деле, вот смех смехом. На самом деле, это можно делать. Но это уже не бизнес. Это уже такие вещи. Много на этом не заработаешь. Таких уж прям совсем. А мороки и развития, главное, нет. То есть непонятно, что завтра с тобой произойдет. Да, скидка будет действовать. И всегда будет действовать. Куда она денется? По скауту еще будут фишки? Или все уже? Ну, я так понимаю, программа развивается постоянно из-за этого. Надо пожелания, наверное. Напишите, ребят, если нет вопросов, напишите пожелания к этой программе. Да, пожелания. Вот. Постоянно. Вот на днях обнаружили, вот недавно про этот бренд контент добавили. Недавно я обнаружила, что есть в Амазонии. Это упаковка эко. Как же она называется-то? И можно по ней фильтровать товары. И что BSR поднимается, то есть Амазон ранг улучшает, если есть такая упаковка, если есть опция, что есть такая упаковка. Какая? В смысле нет. А, как же она называется? Ну, это из коричневого квартона, что ли? Ну, да, да. Эко. Эко-френд для упаковки. Ой, ё-моё. Вот это все. Забудьте. Вот эти все. Такие микро-микро фишки. Микро-микро фишки. Микро-микро. Ну, тем не менее, когда блогеры пишут про А9, они это упоминают. Ну, главное. Татьяне англоязычными. Англоязычные, они любят много всего рассказывать. О том, что было миллионы лет до нашей эры. Как там. Еще когда Фейсбук еще не... Красный. Когда еще Фейсбука не было, когда у них... Когда они пешком под столом ходили. Они любят вот эти легенды о динозаврах. Тогда это гораздо ценнее. И все. Ну, сейчас вот пришли что-то. Вот я говорю, я знаете, как к этому отношусь? Вообще, я, во-первых, не отношусь к тому человеку, кто разговаривает на английском, что он умнее нас. Это первое. Мне без разницы, говорит он или нет. Второе. То есть, это не значит, что курсы там, они лучше намного, чем здесь или там. То есть, те люди, которые что-то там говорят на не нашем языке, они умнее нас. Это первый момент. Второй момент. Я к этому скептически отношу еще в придачу ко всему, что те, кто работает, им также, опять же, достаточно мало кто говорят по своему опыту. Мало кто на это время тратит. Вот. И за это вот эти все моменты и инфобизнес, он развивается за счет вот этих как раз вот, чем больше чувак начинает про фишки рассказывать, это значит все понятно ему. Вот. Вот эти вот как там, что он там нажал, прожал ему. во-первых, все это устаревает 10 раз. Вот сегодня одни продвижения методы действуют, завтра другие. И не надо там ездить месяцами рассказывать об одних и тех же вещах. Это первый момент. А второй момент, то что вот эти фишки, настоящие фишки, как вот многие специалисты других вещах скажут всегда, что их начинают рассказывать тогда, когда они уже толком не работают. Потому что, когда ты их знаешь и в эксклюзиве ты их быстрее применяешь, ты гораздо больше заработаешь, чем ты кому-то это расскажешь. Вот и все. Если действительно, они действительно ценные, я имею в виду, а не пустозвонством заниматься вот этим вот, удорожание своих типов знаний, то есть свою квалификацию, показать, что я знаю там всякие такие вот вещи. Я к тому, что включать, что не включать, я вот буду рада каким-то комментариям, да, чего не хватает, что еще. Просто как пример привела, да, что Сергей, кстати, не гифтреп, нет, нет, другое еще, эко именно, какая-то упаковка, что стоит ли ее в экстеншн включать. Ну, мы думаем, что скорее всего нет. Еще вопрос у меня. Здесь написано, а есть ли обучающие видео? Есть, мы недавно начали их делать, точнее, у нас есть они короткие, и сейчас я буду делать побольше. Есть сейчас пока запись одного вебинара, и там, кстати, со светом еще не очень, а теперь вот нормально. еще есть одно видео, оно на английском, там я показываю опять, как это все работает. так, еще вопрос, еще вопрос. Ладно, отличия программ не будем сравнивать, смысла нет, продвижение, все понятно. У нас вот-вот выйдет статья, кстати, отличия от всех, отличия от Jungle Scout. Ну, я показала, допустим, на всех этих страницах не работает Jungle. Так, что я хотела поискать? OneCased. Просто помню, искала кейсы для телефонов, и там был вот этот фильтр по упаковке. Вот, видно сейчас мой экран? Сейчас смотрим. Frustration-free packaging, упаковка без расстройства, если дословно. Если по ней открывать, что такая упаковка доступна. Так, я пока не вижу, я вижу iPhone-чехлы. Ну вот, я уже отфильтровала именно те чехлы, и ходит слух, что Amazon рынкует товары лучше, когда есть frustration-free packaging. Вот, я его пометила. Ну это что, там, которые вторичной переработке все подлежат? Да, да, да. Ну сейчас же, вот, можно все, все, чтобы экофренды... Как Apple рассказывает про свои эти провода, почему они не стираются сразу же? Что они, типа, эко-переработки подлежат? Понятно. Допустим, статью нахожу первую, что Amazon стал вызывать упаковочный проект frustration-упаковка без неудобств. Минимальное количество упаковки. И отсутствует пластиковая створчатая упаковка, она легко вскрываемая и... экофренды. В общем, вот. Я поняла. так, еще вопрос. вот эта вот коричневая упаковка, ну, ну, это все такое. Тед, Нев, да, вопрос, будет ли программа полезна для арбитражников? Опять же, ну, если не слушали, вначале рассказывала, что мы проводим часто интервью с пользователями, чтобы узнать, что там вообще они делают с нами и что еще используют, что хорошего, что плохого, чем занимаются вообще. Многие рассказывают, сколько они зарабатывают, ничего не скрывают. Из Индии, из Канады, люди в основном, Германия, Британия, ну, и США, основной континент. И когда спрашиваем, кто, да, правит лейбл, там, или арбитражники, или дропшиперы, то встречаются все. Конечно, правит лейбл больше, но встречаются все и используют. Алекс Грей, как упаковка может быть занесена, как метрика в систему? Есть такая опция? Ну, мы занесли опцию enhanced brain content, чтобы было сразу понятно, не заглядывая в листинг, что там клевое, оформление хорошее. Собственно, как показать, что есть такая опция? Ну, галочка или крестик без проблем можем показать, то есть это будет еще одна колонка, которую можно в опциях выключить, если она не нужна. У нас есть опции, не там открыла. Мы сейчас на данный момент как раз говорили еще о том, что немножко подпилить программу можно под нас, то есть получить средние продажи на первой странице, можно сделать там средние продажи в день, я, например, привык, не могу прям. Мне месячные продажи убивают. Я живу одним днем, вот, как из той серии, что если вы там целый месяц будете такие продажи нет, мне как-то одним днем проще понять, пока не вышли на те отчеты месячные. Можно убрать многие столбики и все это будет меньше данных, кому-то нужны все данные. Да, у нас есть средние, но они все по месяцам. Опять же, хотелось бы получить какую-то информацию к какому количеству людей интересную. Да, да, конечно, надо в любом случае опрос сделать, естественно, зачем работать, если... Да, Юрий, спасибо большое тоже за внимание. Мне за что честь выступить на такой большой группе. Да, Денису, вам тоже спасибо большое, что дали возможность рассказать. Мы рады, лишь бы помощь была, конечно. Программы, в принципе, на данный момент давайте-то подытожим про конкретно каждую программу, потому что, я так понимаю, у нас есть один поисковик, правильно? I'm the scout. Так, расскажите просто, потом есть поисковик продуктов по другим названиям, там, по ценам хотя бы сориентировать народ, потому что я лично вообще понять с ними. То есть, вот даже некоторые люди спрашивают, месячная оплата там, или одноразовая, то есть, расскажите там подробнее. есть все опции вообще. Вот веб-эп, это который на сайте висит, это облачная штука. У нас там, как я уже показывала, keywords explorer, то же самое, что merchant words, абсолютно, только включая в наш пакет. База, да, где у нас все... что там, keyword inspector? Нет, не keyword inspector, там то же самое, что merchant words. А, понял, понял, все. То есть, значит, не надо покупать merchant words. Не надо покупать merchant words, да. Я вернусь, потому что, значит, надо залогиниться. В общем, вот в этом веб-эпе есть keywords, подсчет, наша база данных, продуктов. Вся-вся-вся, что когда-либо кто-либо искал с помощью нашего экстеншена, появляется в нашей базе данных. То есть, она каждый день пополняется там тысячами продуктов. Сейчас уже, я говорю, что 20 миллионов, на самом деле 20 миллионов было с месяца назад. То есть, там уже 21, 22, такие числа. И там же есть трекер, product tracker со всеми данными. И там уже можно посмотреть реальный sales, если inventory. Типа Amze One, да, я так понимаю? Типа Amze One? Amze One, типа? Типа Amze One. Типа любых трекеров. Понял. Web, Web, обычные цены. Сейчас покажу. Все функции доступны во всех пакетах, и только вот отслеживать можно 20, 40 и 80 продуктов, и вот такие цены в месяц. И, соответственно, для группы Дениса все эти цены делятся пополам. можно переключить вот здесь вот на год и тоже поделить все цены пополам. По extension, кстати, тоже заранее предваряю вопрос, когда вы пойдете, если пойдете по ссылке Дениса, то вы увидите сначала обычную цену. Не пугайтесь. просто в хроме нельзя поменять у меня сейчас добавлено, в хроме я не смогу показать. В хроме нельзя поменять цену, поэтому вы увидите обычную цену, а когда вот вы уже buy now нажмете и там увидите этот вот чек, то там цена изменится, она уменьшится в два раза. Здесь у нас тоже есть месяц, год и lifetime, это про-версия, а есть еще базовая версия, там тоже есть месяц, год и lifetime. Сейчас цифры, я думаю, если я вслух скажу, все равно. Ссылку я ссылки все в шапку положу и в таблицу инструментов после лайва. Не готов пока что. Сейчас я со скайпа в принципе скопирую, просто на самом деле все это делается на коленке, у нас же помощников нет. Сейчас найдем. Наверное. Может быть. Так, есть контакт. Ссылка. Аэкс комментирует, что упаковка может влиять на экопокупателей, лояльность увеличивает продажи, но как метрика, ну, кого что интересует? Вот мы просто отслеживаем, что пользователи там смотрят, включают. Может быть, кого-то кому-то будет интересно сразу видеть, что там какого товара есть. То есть, возможно, вы открываете нишу и видите, что у всех есть экофрендли упаковка. То есть, заранее вы можете предсказать, что придется ее тоже делать, чтобы не выбиться из коллектива. какая-то там ниша такая, что они все делают такую упаковку. А без этого вы можете даже не обратить внимания и не узнать. Ну, вот я так предполагаю, что эта метрика может быть полезна. Так, вот я вижу ссылки у меня, значит, первая со скидкой 50%, расширение Pro, потом базовое расширение, предложение на сайте базы данных плюс ключи плюс трекер. То есть, у нас получается три варианта. Да, три варианта. И в каждом есть месяц, год и лайфтайм. И не смотрите сначала на цены, дойдите там до buy, купить, там появятся новые цены. Так, еще у меня, значит, вопрос. Я просто не сталкивался с вашими программами и заехал спросить. Вот в эти как раз варианты входит вот эта программа, типа поиска товара, то есть, вот эти вот средние продажи, которые мы в основном показывали. То есть, туда много чего входит, правильно я так понимаю? А, еще раз? Сложно сформулировать, так, ладно. Ну, потому что с продуктами плохо знаком. Не пользовался. Игорь спрашивает, то есть, если я хочу купить пакет Basic на год за 119, перейдя по ссылке, да, для вас он будет стоить в два раза меньше. Сначала будет эта цена показана, потом вам нужно будет нажать купить, и там процедуру провести, и вы увидите, что... Если будут какие-то проблемы, напишите мне, мы свяжемся, вам вернут эти деньги, не переживайте. Скрин сделаете, да и все. все бывает. интернет, это не от нас зависит, и Google там, и все остальное. Вот, и я считаю, что программы нужны, программы надо пользоваться. Мне с этой рефералки вообще ничего, дело не в этом, главное, чтобы работа шла, и было действительно качественный продукт. Ребята идут навстречу, я вот честно могу сказать, конечно, все понимаю, но всех слушать не надо. Если вы будете постоянно перестраиваться под кого-то, это правильно, но ни к чему хорошему не приведет, потому что я говорю, у разного рода там, у дропа, у онлайн арбитража, у привата, у всех разные потребности. То же самое, что у человека, который торгует только на Amazon идет, у него одни знания, одни потребности, кто там торгует уже 10 товарами, у него другие знания, другие потребности. Из-за этого надо какой-то находить баланс, но не подстраиваться под все, конечно. Точность данных самая важная, самая ценная в этих всех программах, на самом деле, это количество точек, которые вы обрабатываете. Из-за этого я и спрашивал, потому что это очень важно. Кстати, у меня вопрос, вот забыл спросить. А максимальное количество, вот вы смотрели в своей программе, примерно какие показывают цифры в день продаж? 200, 300, 500? В смысле? Количество продаж максимально? Ну да, в месяц там, Ну если 500 мы умножим например на 30 дней, то понятно, на 30 дней то получается у нас полторы тысячи продаж в месяц. Почему не 15 тысяч? 15, да, я уже засыпаю просто. Да я думаю, что показываем, я как-то не отслеживала прямо, чтобы... Давайте посмотрим какие-нибудь чехлы, iPhone case или еще какую-нибудь фигню такую. Давайте, сейчас я немножко поотвечаю, хорошо? Конечно. Костюков, Сергей, есть ли ограничения по количеству компьютеров? Да, больше трех не советую использовать. Ростислав, Исаков, такие цены возможно были когда-либо раньше, когда мы еще были, так скажем, недоразвитой программой. И live time 9 долларов, нет, уже точно не стоит для Sales Hub. Не базовая, никакая, сейчас цены выросли. Александр, чем отличается плагин для хрома от полной программы? Какие вообще есть варианты? Еще раз, есть для хрома два плагина, экстеншн, они называются, базовый и про. В про немного больше функций, там есть inventory, там есть добавить favorites, тренды, а еще есть наш собственный сайт mzscout.net и там web app, вы увидите в уголочке написано web app, а если в нем зарегистрироваться, он неделю, там у него триала, то там можно найти keywords, базу данных продуктов и трекер. Экстеншн это не трекер, экстеншн это такая табличка, которая возникает на Amazon, на той странице, которую вы ищете, которая быстро все считает по BSR-у, высчитывает и по листикам там вся информация, то есть тут же на месте, а web app на сайте он коллекционирует эту информацию, она немного устаревает, ну то есть там не каждый час обновляется, не каждую минуту, когда новый поиск какой-то, но она зато ее копит, эту информацию, вот этот web app программа, приложение, она на сайте. Алекс, у меня есть веб-приложение, как получить ваш проект, получить возможность анализа по ключам трекеру. Это есть в веб-приложении, если оно у вас уже есть, то посмотрите, там есть анализ по ключам и по трекеру. Надеюсь, ответила как-то сверяйте свои данные с реальными, а где мы возьмем реальные продажи. Это секретная информация, насколько я понимаю, для каждого продукта, для каждого продавца. И думаю, она таковой останется. Поэтому мы сверяем с реальными данными, которые можем найти благодаря инвентаре по тем продуктам, где доступны инвентарии. Доступны они как с помощью i999 метод. Такой есть. Добавляем в тележку 999 продуктов, добавляется, допустим, только 205. Это значит, 205 айтемов осталось. А на следующий день, допустим, 120. Вот мы вычислили 85 продаж за день. Умножаем на цену, получаем для данного BSR точный совершенно доход за день. А остальное уже вычисляем, приближаем данные, которые неизвестны. Есть милосу в этой программе Андри Море. Господи, мне средний показатель для средних продаж в месяц. Еще раз, нет среднего показателя для средних продаж в месяц. Не поняла. На странице есть средние продажи в месяц. Да, данные по ключам. Это лучше к нашему программисту, я думаю. Откуда берутся некоторые данные. Теднэв, совершенно верно. если их больше, то мы показываем 999. Больше не показываем на вентаре. Может, неизвестно. Все не идеально, не спорю, но Amazon не так много данных дает. Стараемся как можем показывать все, что можем посчитать. пока вопросов больше нет. Да, Денис? Ну да. Вопросов вроде больше нет. Думаю, для первого раза достаточно. Да. Всем большое спасибо. Если есть какие-то вопросы, давайте я напишу нашу почту. Вообще, я там кидала ссылки, то есть меня в принципе можно найти в Facebook и писать сколько хотите. Я постараюсь ответить. А вот наша почта, а это больше про саппорт. Если что-то не получилось купить, там с карточки у вас откуда-то пропали деньги, пишите, мы делаем рефанды. Не проблема. В течение месяца, если продукт не понравился. Если случайно там какая-то скидка не пошла. Бывает. Три компьютера тоже немаловажно. Я считаю больше трех это уже какое-то извращенство. Как раз я хотел по этому поводу спросить, потому что у меня есть помощники и как бы как раз получается два помощника у меня есть. То есть мне тоже нужно и два помощника как раз. Насколько еще? Десять, что ли, должно быть? Ну там бывает два партнера, но три мне кажется это оптимально и даже очень хорошо. Юрий, насколько я знаю все в записи будет? В записи как всегда она просто автоматом пишется и все. То есть в фейсбуке она автоматом остается в принципе, если только я не удаляю. как только появятся еще новые стратегии, новая информация, показатели, данные, наш еще какой-то опыт, то конечно я еще зайду и расскажу. по поводу программы предлагаю сделать опрос вот вопросники то есть что можно добавить, что лишнее. Вот я просил бы мне лично реально удобнее по дням и мне не хватает как вам за скопия например соотношения продаж к отзывам. Это полезная вещь, наглядность, не цифры, мне цифры не нужны, рпр и все вот эти вещи, мне нужна наглядность. я очень быстро большая перелопачив объема информации и наглядно когда я понимаю, что я вижу продажи, я вижу отзывы и мне это все видно, но когда это еще графически отображается, это очень удобно. Еще раз, отношение чего к чему? Соотношение продаж к отзывам. А, ну да, понятно, продаж к отзывам. Ну то есть как бы эта ниша это показатель сразу того, что ниша достаточно молодая и это просто даже обозначение количество, маленькое количество отзывов. Ну тут уже каждому свое. Ну да, интересный показатель, кстати, никого еще нет. Есть оппортининг Дискор, Джангбл, да, я думаю, что он вот это вот измеряет два показателя, пусть там ничего сложного. Ну да, это обычная, обычная, так скажем, Excel-таблица, столбик один, а столбик другой, но когда ты гонишь, например, там, я не знаю, сотня, а то и тысячи товаров в день, бывает такое, вот, ну тысячи уж, наверное, уж слишком, но сотни точно, вот, это полезная вещь. давайте еще пару вопросов и будем заканчивать. Алекс, да, я считаю тоже, что мы лучшие уникорны смеши, Юрий Гладков. Про версия, там много различий, небольших по функциям, по данным, вы можете установить про, попробовать ее, там, в реал, и для вашей группы, кстати, тоже, вы можете написать на почту 50 долларов, если вы покупали за 1200, что вы покупали, наверное, lifetime, то 50 долларов у нас доплата и будет про. И Ростислав отвечал уже на этот вопрос? Можно в записи, думаю, еще раз посмотреть. Экстраполируем, если вкратце, по BSR-у. Отличный ответ. Да. Экстраполиацией будем заниматься в следующем. Экстраполиацией будем заниматься в следующем лайве. Да. Всем тогда спокойной ночи. Спасибо большое. Идем спрятать. вам спасибо, что пришли. Спасибо тем, кто пришел. Программа по ссылке я, соответственно, положу ее в таблице инструментов. Ну, и в этом, так скажем, я не знаю, как там, в посте будут ссылки и в шапке, и в комментариях. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok